Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем, как на Горьковском шоссе сгорел пассажирский автобус. Его тушили кто чем мог. 8 лет лишения свободы не стали уроком. Ранее она неоднократно задерживалась с поличным, трижды была осуждена набережной Чернинским городским судом. 23-летнюю девушку задержали с поличным, с наркотиками. И расскажем, чем может обернуться желание отдохнуть бесплатно. То есть они сказали пиццу и, по-моему, пиво тоже в 21.09. Чуть-чуть похлебали, видимо, и успели убежать. Компания вышла из кафе, не заплатив за еду и напитки. Это и не только прямо сейчас. Закончил работу, ехал в парк, но оказаться там была не судьба. На Горьковском шоссе на ходу загорелся автобус 36-го маршрута. Огонь вспыхнул в моторном отсеке и уже начал перекидываться в салон. Инцидент произошел ночью, когда в общественном транспорте, помимо водителя, не было ни души. Анна Городнова была на месте происшествия спустя считанные минуты, с момента возгорания автобуса. Дымит автобус. Еще до приезда пожарных водитель и неравнодушные очевидцы пытались сбить пламя своими силами. В ход шли как от нетушителей, так и снег. Впрочем, без помощи спасателей все равно не обошлось. По предварительной версии, огонь вспыхнул в задней части автобуса во время его движения. Вскоре из моторного отсека повалил густой дым. Он охватил уже весь салон. В момент возгорания автобус был без пассажиров. Водитель пустого транспорта фактически закончил свою смену и направлялся на базу. Однако не доехал совсем чуть-чуть. Учитывая, какие повреждения получил транспорт, можно сделать вывод, что на следующий свой маршрут он выйдет еще не скоро. Анна Городнова, Айрат Назипов, Азат Самигулин. Вызов 112. Жигули седьмой модели и Хонда столкнулись на перекрестке улиц маршала Чуйкова и Бондаренко. Оба водителя утверждает, что выезжали на перекресток на зеленый свет. По версии автолединой иномарки, она направлялась на работу с улицы Восстания в сторону Чуйкова. В какой-то момент на перекресток на красный выехал отечественный автомобиль. Водитель Жигулей же, убежден в обратном, нарушила правила автоледи. Повреждения автомобиля оказались не сильными. Однако они остались дожидаться сотрудников автоинспекции, которым и предстоит разобраться в произошедшем. Поймали с поличным. В набережных Челнах задержали уроженку Муслюмовского района по подозрению в распространении наркотиков. В ходе досмотра у 23-летней девушки были изъяты несколько свертков с различными запрещенными веществами. Случай был бы рядовым, если бы девушка уже не была осуждена на 8 лет лишения свободы за аналогичные преступления. Но наказание ей отложили. Рамиль Шайдулин знает почему. В содеянном девушка призналась сразу, отпираться не было смысла, ее поймали с поличным. Полицейские обнаружили и изъяли у нее около 12 граммов порошка, что, как показала экспертиза, является синтетическим наркотиком. Выяснилось, задержанная уроженка Муслюмовского района. А в Челны приехала на криминальные заработки сбывать запрещенные препараты бесконтактным способом. Ранее она неоднократно задерживалась с поличным. Трижды была осуждена набережной Челнинским городским судом к длительным срокам лишения свободы за совершенное наркопреступление. Однако, благодаря тому, что на ее иждивении находятся вдвое малолетних детей, судом было решено дать молодой маме отсрочку от заключения. Но уже после того, как ее задержали, еще раз отсрочку приговора отменили. И девушка отправилась на 8 лет в места лишения свободы. А по факту последнего сбыта и хранения наркотиков возбудили новое уголовное дело. Если ее вина будет доказана, срок заключения станет еще больше. Рамиль Шайдулин, Фиса Минязова, Вызов 112. Обманулось 17 казанцев на сумму больше, чем 40 тысяч рублей. Полицейские в Москве задержали жительницу Казани, подозреваемую в серии мошенничеств с покупкой товаров в сети. С продавцами она встречалась лично, забирала товар и даже вроде как его оплачивала. Но на деле эта оплата была фикцией, о чем люди, конечно, догадывались, но спустя время, когда покупательницу было уже не найти. Альбина Минебаева о том, почему люди ей верили. Она прекрасно знает, как в уголовном кодексе называется то, чем занималась. И номер статьи отскакивает от зубов. Вину признает, но вот в количестве людей, которых обманула, запуталась. Говорит, что человек 12. Но полицейские установили, что жертвами ее жажды легких денег стали 17 человек. Схема совершения преступления во всех случаях была схожа. Злоумышленница находила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже вещей либо золотых украшений. Договорившись с продавцом, назначала встречу на улице и после осмотра товара демонстрировала на своем телефоне перевод денежных средств за покупку. Она убеждала потерпевших в том, что в ближайшее время средства поступят на счет. Но бывать же у банков задержки с платежами. Она-то, мол, тут ни при чем, деньги перевела, а какое-то время даже отвечала на телефонные звонки от продавцов. Однако, так и не дождавшись оплаты, казанцы обратились в правоохранительные органы. Личность подозреваемая противника установили в короткие сроки и задержали ее в Москве. В настоящее время установлено, что таким образом мошенница обманула в общей сложности 17 человек, проживающих в Казани. Сумма ущерба от ее преступных действий превысила 40 тысяч рублей. Ее задержали в Москве, доставили в Казань и здесь, на допросе, женщина рассказала о своей хитрости с СМС-оповещением от банка. То, что отправлял СМС, ну и самой себе, как будто деньги отправлены, на самом деле не отправлены были. Подозреваемые избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, а полицейские просят в случае безналичной оплаты за продаваемый товар, дождаться уведомления от банка о зачислении средств или требовать у покупателя оплатить товар наличными. Полиция Нижнекамска разыскивает троих молодых людей. Любителей хорошо отдохнуть, причем совершенно бесплатно. Вечером компания сидела в одном из кафе, но расплатиться за еду и напитки посетителя заведения не пожелали. Впрочем, официанты не очень расстроились. Они обратились в полицию и предоставили съемки. Гости не раз попали в камеры наблюдения. Айрат Назипов о возможных последствиях такого бесплатного отдыха. Полицейским предстоит тщательно изучить меню и съемки с камеры видеонаблюдения. Интересует то, что заказывали накануне три парня, которые вечером заняли этот столик. Они сказали пиццу и, по-моему, пиво тоже в 21.09. Чуть-чуть похлебали, видимо, и успели убежать. Стол их царским назвать, конечно, нельзя. Они заказали 9 порций пенного напитка, гренки и пиццу. Общая сумма чека составила 1701 рубль. Но ушли, не заплатив ни копейки. Сотрудники заведения уже пересмотрели не только кадры с камер видеонаблюдения, но и вычислили, что и во сколько они заказывали. Когда мы заказ сейчас поднимали у себя в системе, у них пицца входит. И 21.09 заказ ушел. Их лица не раз попали в объективы камер наблюдения. И в случае поимки молодым людям предстоит заплатить не только по счету, но и ответить за это перед законом. Айрат Назипов, Александр Комаров, Максим Липин. Вызов 112. Днем работал водителем, развозил фрукты и овощи по точкам. Ночью, уверенный следователь, делал то же самое, но только вез все уже со склада к себе. Ни за что, естественно, не платил. Вес украденного, как установили полицейские, составил около 17 тонн, а ущерб оценили почти в миллион. Детали этого дела сегодня разбирали в советском суде Казани. Нафиса Минязова была на процессе. Я не хочу сговорить девушку, вообще спросите. До суда подсудимый явно нервничал. Сегодня опрашивали свидетелей произошедшего. По версии следствия, с апреля по июнь минувшего года Дмитрий Фенкин похитил с одного из складов торгового комплекса для фермеров 17 тонн овощей и фруктов почти на 1 миллион рублей. Первым заметил пропажу арендатор складского помещения Андрей Давыдов. После очередной ревизии он заметил нестыковку в цифрах накладных. Стали разбираться и заметили на съемках камер ранее судимого за кражу у Дмитрия Фенкина. Он работал там грузчиком и водителем. Ночью, уверены следователи, также грузил и вывозил, только уже для себя и пользуясь дубликатами ключей. Потерпевший отметил, что подсудимому предлагали возместить ущерб и избежать уголовного преследования. Не вышло. Подозреваемый на суде уверял, что пропавшие до его поимки с поличным дело не его рук. Свидетелей по данному делу оказалось много. Всех сегодня опросить не удалось. Слушание дела продолжится 19 февраля. Нафиса Минязова Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Тут даже можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.